МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Вы в гостях у дяди Саши. Ну что, испугались? Поначалу видео. Ну, тот, кто испугался, уже убежал. А кто любит поработать? Сегодня, ребята, мы работаем, не отдыхаем. Так, что сегодня предстоит сделать? Вот здесь у нас мамашки с малышами. 15 ячеек. Мне нужно их освободить, обработать, потому что с 18 числа здесь уже пойдут акролы. Эта сторона тут, ну, 12 ячеек, а всего 8 самок. Кажется, 8 самочек. У них убираем задвижки, малыши уже вовсю бегают. Вон чибисы. По этой стороне. Эта сторона у меня подготовлена. Сейчас вот это все рассортирую, пока пересажу сюда. И вот эти 15 ячеек у меня пойдут, вот как раз сейчас малыши с мамками пойдут в эти ячейки. Вот этим сейчас мы с вами и займемся. Ну, сами понимаете, я буду работать. Камера на голове, чтобы вы могли видеть что-то. Ну и, само собой, что-то буду рассказывать. А что? Смотрите сами. Ну, в первую очередь, как я сказал, вот этих товарищей надо пересадить будет. Сейчас пересажу. Их уже давно надо отсаживать, конечно. Но они уже провакцинированы. Уже все подписано. Когда проходит первая вакцинация, сразу дается карточка малышам. И вот уже можно мать отсаживать. Но я все никак, уже бугаяки вон какие. Ну ладно, сейчас займусь. Иди сюда, кошелотиха. Вот, пока они сейчас тут перекантуются. Иди сюда. Толстожопик. Дайте трап. Вот сейчас я пересажу. И надо освобождать места. Тот сарай у меня почти готов, чтобы мамок отсаживать. А то они уже у меня пересиживают. Видите, малышей мучают. Они уже, малыши сами вовсю уливанят. Но пока некуда было пересадить. Так, это девчонок я себе оставил ремонта немножко. Вот такие девашки. Вот эти вот две больше всего нравятся. Это вот им три месяца. Жопатые. Такие сбитые. Ну, эти тоже девки от здесь путевые. Буду выбирать. Но вот эти больше всего мне понравились. Вот одна. Ты иди сюда. Я еще из них выберу. Ну, вот это как-то по весу слабее. Какая-то более всклоченная. Мне такие, ну, не сильно нравятся. А вот как-то у него ровнее шерстка. А это может уж тут вдвоем сидят. Ладно, посмотрю еще. Но зато эта шкурка вообще тонкая-тонкая. Да и эта такая же. Вот здесь у меня просто свободные ячейки оставались. И я смело такие пятнашки играюсь. Потому что деваться некуда. Вот эта подруга идет у меня на шашлик. Шашлик у меня будет с этой подругой. Объясняю, почему. Как вы спрашиваете. Вот я работал с ней, да? Я ее поставил. Самцов не показываю. Потому что я вам уже объяснял. Принесла трех. Вторая попытка. Про холост. Так как что-то в осень уходил. Думаю, да ладно, пускай работает. Потом, бам, приносит 10. Ну, нормально. Потом приносит 2. Ее можно забить. Я, ладно, я ее кукование методом 2 плюс 5 выкормила. Потом опять 10. Потом про холост. Ну, ясно, что эта самка уже ничего хорошего не даст. Уже не даст. Но так как работаю летом. Сейчас я вам говорил, я мало ставил. Я понимаю. Ну, ладно, думаю, сейчас к зиме поставлю последний раз. И молодняк вот нарабатываю. И думаю, ее заменять надо. Хобана. И опять про холост. Про холост, про холост. Два про холосту так подряд. Не прощаю. А точнее, ребята, я вам могу сказать. Даже вот здесь ее уже нужно было. Вот здесь ее нужно было уже убрать. Ну, сами понимаете, вечно какие-то моменты. Я обычно у таких самок просто убираю табличку. Сейчас я сюда еще одну посажу. А так вот сейчас она меня опять прохолостила. Я просто у нее табличку убрал. Я знаю, что этот кролик мне уже не нужен. И он не пойдет. Точнее, что он не пойдет. У меня почти год просидела. Корма проела. А толку от нее никакого. Следующее. Там все сделали. Пока постоит. Обжигать не буду. Сейчас поубираю везде задвижки. С этой стороны. Займемся сразу быстренько. Видите, они все маленькие эти шкидики повыбежали. Маленькие козявки эти. Значит, им пора уже убирать. Задвижки пока все уберу. А так некогда все по панели уже надо убирать. Хладрю его оттуда тянет. Ужас. Так. Все свободны. На днях перестелал. Видите, гнездышко перестелил. Там тепленько. Тепленько. Сухенько. И хорошо. Вот. Следующие. Заведующие. Мамка Голу. По поводу задвижек вот этих. Недавно зашел на фермеру. Ну, захожу и надо почитать. Что пишут, что рассказывают. И, конечно же, так скрытая рекламка была. Ну, как сказать скрытая. Пальцы заняты. Я, по-моему, показал как. Ну, и человек сбрасывает в одной из веток, сбрасывает клеточку известного производителя клеток. Он сбрасывает клетку со всеми характеристиками, с ценой. И такой спрашивает, а как вы скажете, что вы скажете об этой клетке. И там такое в описании было написано, что имеются специальные задвижки для того, чтобы самка не ела своих крольчат. Да, ну, там посмешили народ, конечно. Друзья, если у вас такой менеджер, который даже не знает, для чего вот эта задвижка. Как вы думаете, будет бизнес двигаться? Ну, может быть и будет, конечно, да. Но, если человек, это вот к тому вопросу, Саша, давай, человека найми, строй там на 500 кроликоматок. Если человек не заинтересован, ну, я заинтересован в своем хозяйстве. А если я найму человека, то он будет работать за деньги. Ему начхать на это. Как бы ему интересно не было. Даже взять моего старшенького. Леша, пойди покорми. И пошел за ним проверять. И то, понимаете, если человек не заинтересован в хозяйстве, то ему это пофигу. То же самое вот этот менеджер. Он сбросил информацию, он прорекламировал. Но он даже не знает, для чего эта задвижка. Давайте мы ему хотя бы скажем. Это не для того, чтобы самка не ела своих крольчат. Если у вас самка ест своих крольчат, то ее надо саму съесть. Ну, сейчас я пройдусь просто чуть не за. Пух, да. По мелочам. Обрабатывать не буду сильно. Так, что мне в этой кормушке не нравится, когда вот ребро жесткости здесь есть. Вот иногда вот так корм остается. Я его периодически убираю, чтобы потом не заплеснило, ничего не появилось там. В каком виде я просто опалил. Какахи где. Пух вон полетел. Это такая. Многие говорите, я же обжигаю. Ну, там что-то болезнь или какая-то. Нет, вот эта обжежка, это так. Это больше пух. Что-то сбить. Обработка должна быть все равно или препаратами, или простыми хлорко-содержащими. И то будет лучше. Все. На данный момент все. Сейчас сюда молочную запихнем. Мамочка. И желательно ее коврик. Самку сразу стараюсь переносить с ковриком. Как вот с маточного перенес в откорм. С ковриком после этого, когда мамка возвращается в маточное, там коврики уже новые. Почищены эти коврики я, ну, дезинфицирую убираю. Вода с хлоркой и вперед. Этих чижиков. Сейчас я посажусь у мамочки. Вот. Козявки. Идите. Проверяй, твои или чужие. Это мадамка у меня. О, она у меня 19-го поставлена как раз. Сейчас я их сюда и буду возвращать. Дайте коврик. Лежишь там. Ну дай, жирно. Всю ребятню пересадил. Сейчас эти кормушки высыпаются. Как видите, здесь мать просидела больше 30 дней. Получается до акрола. Потом акрол. Вот. Где-то под трапиками вот такой вот говняшки даже. Вот. Как вы видите, здесь нужно уже будет тщательно убрать. Тщательно убрать и обязательно продезинфицировать. В латочных клетках часто спрашиваете, можно ли сделать тарельчатого типа. Ребят, ну не нравится мне в маточных, я вам говорю. И поэтому даже не разрабатываю такой вариант. В маточных вот. У меня должны быть всегда съемные кормушки. Для того, чтобы я снял и обработал. Здесь сидели мамки, здесь сидели малыши. Малыши могли залезть в кормушку, насыкать там чего-нибудь. Поэтому вот кормушки все сейчас я сниму. Обработаю. Корм ссыпаю. Вот поэтому я не делаю. Видите, здесь где-то что-то ссыкали, где-то брызги эти летели. Поэтому нет, только съемные. Вон, где-то каках мамка лапами своими запульнула. Чем в первую очередь занимаюсь? На этой клетке я всегда убираю скаты. Потому что там сейчас будет... Ой, как много сюрпризов за все это время. Вон, видите, аж поднять не могу. Кладу сюда. Можно шпателем или еще, чем я, тяпочкой. Все это прочищаем. Тут даже в канал можно вынести на улицу. У кого-то больше, у кого-то меньше. Первые кормушки, потом их просто откладываю. Проверяю, чтобы не было ничего там налитого. Налипшего, точнее, внутри. Я их так и отставляю. Кормушки раз в два месяца где-то мою в воде с хлоркой. Ну, просто прям окунул, тряпкой помыл. Но сегодня это не предстоит. Беру по три ячейки. Вот как они открываются, вот так. Обрабатываю по три. Начинаю сверху. Вначале пух, чтобы если что-то сверху есть, оно все ссыпается вниз. Со стороны паения. Вот так. Ну и все, а теперь понеслось внутряночка. Здесь все щеткой надо отдраивать. Ну и вот такое веселье сейчас у меня предстоит так на полчасика, минут на сорок. После того, как все полил, крышечки закрываю. Водички наливаю в такую штуковинку. Беру волшебную штучку. Ручку, конечно, взять простую белизну. По поводу отравиться, не отравиться, ребят, сколько не пробовал, я даже садил в летний период, не успевал опрыскнуть. Чуть подсохло, капельки еще висят, я садил кроликов, больших и маленьких, но приходилось, был вынужден. И все нормально, крыльчата все выживали, все были живы, все здоровы. Ну и начинаю с края. Беру кормушку. Само собой тут все нужно хорошенечко с двух сторон хлоркой обработать. Боковушки на дальние стенки, чтобы я даже смотрю, чтобы стекало прям по стенкам. Пусть это не идеальная обработка, но, ребят, так лучше, как вы понимаете, чем вообще никак. Кормушки я вам сказал, говорю, что сегодня мыть не буду. Вот они, и пускай так теперь стоят и стекают. Внутри не протираю, внутри пусть стекает, и так хлоркой остается. Не знаю, я так все время делаю. Подготовили, уже подсыхает, кормушки стекают, стены тоже подсыхают. Здесь у меня все готово. Здесь малышня на сегодняшний день, вот в своих гнездышках, вот видите, вот кто-то уже мотается. Уже лежат в лоточках, убрал я им задвижку, уже интересуются кормом. Так, что у нас здесь? Здесь они тоже определились. Вот, разлеглись. Уже все. Видите, кто-то ест, а кто-то уголочки себе сбились. Ну и эта ребятня, все на своих местах. Друзья, не ленитесь следить за своими питомцами, хоть маленькими крыльчатками, хоть большими, хоть домашними, хоть тех, которых вы потом съедите. Все равно за ними нужно следить и ухаживать. На этом все. Спасибо вам за помощь. Вы были в гостях у дяди Саши. Пока. Сегодня будет вопрос к моим труженичкам, помощничкам, те, которые досмотрели, домаялись со мной до конца. Задаю вам вопрос, который будете знать только вы. Пишите в комментариях. К воскресенью, какое видюху вам запилить? Первый вариант хиколь, второй вариант паение и третий вариант задвижка. Пишите комменты внизу. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok